приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзьям его всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня друзья в этом видео мы с вами поделимся самой актуальной информацией касательно 7 ноября поговорим о том почему сегодня считается в народе день печальным что нельзя делать ни в коем случае 7 ноября для того чтобы не навлечь большие неприятности в свою жизнь и в свою семью также поговорим о том что нельзя делать и уделим внимание нашему лунному календарю поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца будет много полезной важной и интересной информации для каждого а прямо сейчас подпишитесь на канал эзотерика для тебя друзья проверьте что был включен колокольчик все уведомлением также каждый день заходите на наш канал эзотерика для тебя здесь много полезной важной и интересной информации также ставьте лайк и поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации итак друзья народный календарь на 7 ноября и так сегодня 7 ноября народное печальное торжество которое получило название дедовские плачи а в этот день православная церковь почитает память праведной тафифы которая была известна своей благотворительностью и трудолюбием проживала она в и опии сейчас это яфа в первом веке крестьянка раздавала милостыню нуждающимся и была исполнена добрых дел и обращаем ваше внимание что в этот день обычно дождило или уже и шел мелкий снежок так считалось в народе что народ природа страдает поэтому люди тоже решили поддержать ее и поэтому 7 ноября устраивали церемониальные плачи вот во время которых вспоминали родных близких которые отправились в мир иной этот праздник на ролик народе прозвали дедовские плачи и 7 ноября по народным приметам обязательно посещали могилы усопших так как считалось что если этого не сделок не сделать то покойник сам придет и принесет в дом смерть обязательно кто-то умрет в семье на кладбище также тщательно убирались и женщины березовыми вениками мужчины дубовыми иногда добавляли к ним еще и травы с целью защитить могилы от каких-либо разрушений во время уборки обязательно зажигали свечи по количеству покоящихся в могиле таким образом родные говорили мертвым что их помнят и чтят после прихода с кладбища садились за стол за которым обязательным блюдом был поминальный пирог с капустой каждый из присутствующих брал по куску и говорил такие слова царство небесное рабу божьему называли имя умершего пусть покоится с миром распитие спиртных напитков запрещалось подавали компот из сухофруктов нуждающимся 7 ноября подносили еду а без приютным разрешали переночевать в доме сегодня семьи принимали детей которые остались без родственников если же не могли себе этого позволить то брали их в этот день к себе и кормили досыта самая главная традиция 7 ноября это было лить слезы первыми начинали плакать девушки вспоминая все самое доброе о покойниках что помнили сами после их поддерживали бабы а вслед за ними и парни заканчивали плач мужчины считалось что им сегодня не стыдно и слезу проронить напротив так они выплакивали накопившуюся за этот период печаль и останавливался повсеместный плач перед сном потому что плакать в подушку у наших предков это было наверно одна из самых страшных и плохих примет потому что подушка помнит горесть и ответит плохими сновидениями а также мигренью существовало и очередность оплакивания вначале вспоминали кровных родных после других родственников следующий в череде были приемные дети и родители а также друзья а вот соседей приятелей не оплакивали поскольку чужеродных беспокоить считалось грехом и сегодня как правило обращали внимание какая какой будет погода если было темно холодно то знали что зима также будет такая же самая а вот врожденных сегодня до полудня младенца вселяется дух предка по отцовской линии после обеда по материнской и люди появившиеся на свет в этот день 7 ноября обладали особым даром они могут облегчать чужие страдания талисман человека который родился 7 ноября был хрусталь также в этот день 7 ноября были и запреты которые чтили наши предки поэтому по старинным традициям невзирая на то что 7 ноября в народном календаре носит название дедовские плачи в этот день ни в коем случае нельзя было плакать женщинам в подушку дело в том что согласно приметам материал которым наполнена подушка может 7 ноября запомнить все рыдания и слезы и потом постанет постоянно напоминать о своих бедах и неприятностях которые провоцировали слезы к тому же если на эту подушку ляжет другой человек то он заберет себе все горести и беды той которая ранее на ней плакала однако все-таки поплакать 7 ноября нужно плачь должен быть очень громким чтобы все вокруг его слышали ведь именно поэтому этот день и назвали дедовские плачи по народной примете чем громче будет рыдать женщина тем счастливой будет для нее зима поскольку вместе со слезами уйдет и весь негатив который накопился на душе 7 ноября нельзя было проявлять безразличие к детям сиротам так если они попросят о помощи необходимо тут же было отреагировать на просьбу постаравшись максимально помочь деньгами вещами едой или какой-либо другой услугой а вот отказ может привести к печальным последствиям бедности голоду болезням и одиночеству не стоит 7 ноября и лукавить от кто сегодня соврет весь год проживет во лжи и обмане придется постоянно лицемерить выкручиваться и находить способы чтобы избежать разного рода неприятностей также не рекомендуется 7 ноября было и есть хлебобулочные изделия особенно это касается тех кто связан с торговлей если нарушить этот запрет то в будущем предстоят финансовые трудности а также аферы и воровство остальным же разрешается есть все кроме хлеба того кто нарушит данный запрет ожидают семейные проблемы которые придется решать к сожалению в одиночку и так друзья лунный календарь у нас с вами на 7 ноября 2021 года и так сегодня у нас с вами третий и четвертый лунный день начинается потихоньку растущая луна и луна у нас будет прибывать знаки зодиака стрелец друзья с этого дня на небе появляется лунный серп то есть начинается не амения то есть новомесячье энергетический день очень сильный сегодня можно многое успеть потому что рост энергии провоцирует напор и агрессию поэтому настройтесь на самозащиту и будьте бдительны чтобы не попасть в число жертв в этот день является самым сильных из всех лунных суток по своей энергетике которая пронизывает все сферы жизни поэтому самого утра проснувшись вы будете чувствовать в себе бодрость заряд энергии которые очень важно направить в этот день именно в нужное русло задать правильное направление иначе проснувшаяся энергия спалит вас самих обращаем ваше внимание что такие эмоциональные всплески могут вылиться совершенно беспричинную агрессию возможно ненависть злобу жестокость непонятное раздражение против всех окружающих эмоции настолько будут захлестывать разум что не каждому под под силу утихомирить и утихомирить в себе разбушевавшегося зверя если выпустить на волю этого злого духа то можно серии всерьез покалечить и судьбу и себя поэтому в этот день могут происходить достаточно серьезные ссоры конфликты скандалы и даже драки но все это можно исправить силой воли тренируя как раз на вот таких самых вспышках поэтому переключайте свои мысли на что-то позитивное берите себя в руки и не в коем случае не накаляйте страсти в этот день будет очень полезно тренировать в себе такие качества как самообладание как осознанность как сосредоточенность и внимание луна в знаке знаки зодиака стрелец позволяет людям стать своим в обществе создать свою команду чувствовать эффективно структуру отношений социального типа также подумайте о том чтобы начать обучение о том чтобы возможно посетить какие-то курсы семинары также в это время улучшается самочувствие и физическая форма будет хорошо поддержана сегодня будет возрастать потребность в движении занятий спортом физическом труде также повышается уровень сегодня и интуиции у некоторых людей могут появиться даже пророческие способности обращаем ваше внимание что сегодня 7 ноября это день активных действий поэтому можно посвятить себя делу полностью но с минимальными перерывами на еду и сон пассивность противопоказанность сегодня и даже в какой-то степени опасно если вы до сих пор мечтали что сегодня то сегодня именно пора действовать однако первая половина дня обладает каким-то знаете общем неблагоприятным фоном потому что могут происходить разные неприятности которые будут связаны с общением поэтому сдерживайте негатив и вторая половина дня принесет вам достойные плоды заболевания которые начнутся в этот день и полученные травмы будут требовать принятия не немедленных мер потому что сегодня кстати чрезвычайно полезно будет баня физические нагрузки тоже пойдут на пользу и могут быть весьма интенсивными сама природа поможет вашему организму очиститься от застоявшейся энергии насытит кровь кислородом и все это достаточно благотворно скажется на самочувствие и на вашем здоровье что же касательно бизнеса и денег на работе сегодня проявляйте решимость и настойчивость в делах проявите боевые качества сегодня нужно быть ведущим а неведомым обращайте на это внимание но в учитесь сдерживать негатив потому что никто не будет намерен сдавать свои позиции в этот день ваши непосредственные начальник клиенты партнеры вероятнее всего не будут настроены доброжелательно поэтому смело принимайтесь за самые сложные задачи не пасуйтесь сегодня перед трудностями сегодня можно очень много успеть успех принесет торговая деятельность могут даже появиться и новые перспективы а вот с финансами сегодня лучше проявить осторожность день не подходят для решения денежных вопросов и следовательно у вас на возможные какие-либо денежные потери стрижка касательно стрижка 7 ноября то лучше не рисковать и отменить свой поход к парикмахеру эти сутки перенасыщены энергией и вам наверняка захочется обновить свою прическу поэтому постарайтесь удержаться от этого стрижка сделана сегодня будет неудачной и даже в какой-то степени вредной для ваших волос окраска волос только натуральными красителями и это будет способствовать росту вашей карьеры при этом прическа должна быть абсолютно простенькая и свободная это будет притягивать природную энергию и способствовать духовному открытию и развитию также начинается активный обмен человеческой энергии с космосом ничего удивительного если сегодня вас потянет на приключения и поиски ярких впечатлений усидеть на месте будет невозможно захочется постоянно двигаться рваться в бой и совершать определенные подвиги далее друзья утром и вечером расчешите свои волосы столько раз сколько вам лет от роду это поможет активизировать космический обмен энергии и во время расчесывания обязательно скажите такие слова сколько годков столько часков столько постольку на головушке волосков волоса мои ведь и завивайтесь укрепляйтесь года мои здоровьем богатством прибавляйтесь это своеобразная поговорка поможет вам привлечь положительную энергию и оттолкнуть негативную из вашей жизни